Это предмет, который не приносит знаний, не приносит пользы. Михаил Щеглов не дает татарскому языку в Татарстане ни единого шанса. Звучит нелепо, даже дико. Вряд ли такое представить возможно в цивилизованной европейской стране. Но оголтелые, по-другому не скажешь, противники изучения татарского языка в Татарстане не приемлют никаких компромиссов. Теперь уже и методики преподавания, количество часов их не волнует. Главное сказать, звучное и решительное нет. Они будут ходить на ваши эти, как сказать, уроки, будут там сидеть, но ничего мы учить не будем. И то, что пишут везде суверенитет, суверенитет, все, кончился суверенитет. Одна из наиболее принципиальных и ярых противниц изучения татарского языка Ольга Зеединова-Гавриленко. Верная соратница Михаила Щеглова и участница протестов. В Казани многим известно благодаря скандальному комментарию экстремистской направленности, оскорбляющему татар. Позже Зеединова-Гавриленко объяснила, что унижающие татар записи оставил ее сын, которого с ее слов принуждали изучать татарский язык. В интернете распространяется скриншот, где вы говорите якобы, что татарыча плашня. Это правда или нет? Это мой ребенок, во-первых, выложил. Вот, это во-первых. Я уже извинилась, меня не было с пяти вечера. Дальнейшее развитие истории выглядит совсем уж некрасиво. Если верить данным телеграм-канала «Татарская Якудза», не так давно в квартире Ольги Зеединовой прошел обыск. Проводился он в рамках расследования дела, которое завели на женщину в феврале этого года. Ее подозревают в нарушении закона по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Авторы телеграм-канала утверждают, что следователями в квартире Зеединовой были изъяты компьютер и электронные носители. Среди них была обнаружена запись с развратными действиями Зеоддиновой по отношению к своему нетрезвому супругу. Следователи выяснили, сообщает автор телеграм-канала, что видеозапись производил несовершеннолетний сын Ольги Зеоддиновой. Если что-то там есть, какой-то якобы видеоматериал, что это совершенно сфабрикованное постановочное видео. Она адекватный человек, вот эта Ольга Зеединова? Достойна членом общества? Ну, я считаю, что да. Если бы только одна Зея Динова отличалась воинственной позицией по данному вопросу, почитайте, что пишут отдельные противники татарского языка на форумах. Ведь это же ни в какие ворота не лезет, извините. Когда уже им прищемят, Путину пусть скажут про обязаловку своего тат-яза. Гнать тряпкой в Америкосию. Вот Сталина на них нет, ей-богу. По-хорошему не хотят решать. Дикий народ. Люди есть, которые эмоционально заряжены, и вот из них начинает переть вот это все. Стыдно унижать представителя другой нации. Стыдно унижать другой язык и культуры. Мы не были такими. Поэтому я людей, которые выступают за разрушение России и за разрушение Татарстана, считаю, что это вненациональные, непонимающие какие-то, не знаю, элементов, пусть не обижаются только, но для меня они не русские. Для меня русские это Пушкин-Лермонтовцы. И я сталкивался личное оскорбление в том смысле, что чурка там, чеплашка, ты там защищаешь своих татар, коррупционеров. Дело в том, что есть хорошая социология, исследования относительно того, что вообще повестку и смыслы и так далее диктует меньшинство. Есть понятие агрессивного меньшинства. И часто это агрессивное меньшинство, оно настолько громко кричит, что как будто стоит орк, как будто большого количества людей. Здесь, вы правильно подчеркнули, они никого не представляют, потому что русское общество, русская община, вообще русское население, и не только русское, настолько толерантно и, так сказать, настолько мы вжились друг в друга, что никаких вопросов не существовало. У меня много друзей русских, которые, выезжая за пределами Татарстана, говорят, что мы татары. Тролли, купленные, заказные. В Москве есть группы, которые заинтересованы, чтобы раскачать и прихватить собственность какую-то. А там, когда жадность возникает, то там уже нет никаких границ. Все позволено, лишь бы это ухватить и умчаться куда-нибудь подальше. Я думаю, дело не в русских. Я думаю, в каждом народе есть там 5-10% которые хотят скандала. Вы знаете, вот среди русских, вы только что сказали, вот ввиду того, что я защищаю татарский, меня пригласили на все татарские сайты, во все татарские группы. Вы знаете, и среди татар точно так же есть 5%. Сторонников обязательного изучения татарского языка в республике явное большинство, и это надо учитывать. Павел Шмаков приводит еще один веский аргумент в пользу политики билингвизма. Опыт европейских стран. Знаете, как в Финляндии красиво решили языковой вопрос? Вот финская школа, приходят дети в первый класс, учат финский язык. В третьем классе они обязаны выбрать еще один иностранный язык. В пятом еще один. И в седьмом, в третьем, в пятом, в седьмом. Три языка еще, кроме финского. Из этих трех языков один обязательно шведский. То есть все знают финский и шведский, и все в Финляндии дети и взрослые знают четыре иностранных языка. Эти аргументы на Михаила Щеглова и его соратников пока не действуют. И могут ли подействовать в принципе, большой вопрос. Слишком разные позиции. Республика Татарстан, зачем? Государственность, зачем? Ну если вот я вот, например, вас спрашиваю, вы меня спрашиваете, а я вас. Вот зачем? Ну зачем государственность нужна еще, если есть инструмент национальной культурной автономии? Почему выступать за изменение государственного строя? За это привлекали к уголовной ответственности. И это правильно, посмотрите. Основы конституционного строя, они не зыблемы. Конституцию принимали все жители республики и страны. Мы голосовали за эту конституцию. Поэтому это воля народов. И не этим людям определять, что правильно, что не так. Дискуссии, возможно, но в рамках приличия и в рамках правовой системы. Тимур Викморзин и Роман Безменов. Семь дней. Тимур Викморзин и Роман Безменов.